Всем привет, с вами Крон и это группа Разбора. В этом бою игрок Black Sun на КВ-1С порвет 13 противников, покажет полностью на что способна эта машинка. Пока ее еще не порезали, можно насладиться и посмотреть на очень красивый бой. Итак, карта, как видите, у нас перевал. На разъезде наш игрок пошел сразу в сторону моста, в сторону третьей, четвертой линии. То есть он не стал уходить на ледник, не стал воевать там. Немножко ускоримся, чтобы не тянуть время. СТ-шка прошла по центру, то есть дала засвет предварительный, там никто не ждет, никто не встречает, можно свободно боком проезжать и идти уже именно на первую линию. На перевале тем временем на леднике у нас много врагов, но наш их там сдержит, то есть там примерно равные силы. А вот и первый противник, который тоже на первую линию, пугает СТ-шку, СТ-шка убегает сразу же по воде. Наш игрок свободно проскакивает балкончик, подходит к углу, аккуратненько-аккуратненько высовывается. И вот он противник, такой же квас, который тут же получает плюшку в бак с хорошим пожаром и становится более чем наполовину убитым. То есть буквально остается шотным. Наш игрок продолжает ждать. Там же появляется ПТ-шка, это Хетцер, он хоть и с хорошей пушкой, но тупо не успевает ничего сделать и умирает. Арта, как видите, сейчас сзади разрядилась у нашего игрока, то есть арта пытается его убить, но не достает за этим углом. Квас едет в атаку, но в движении пушка слишком сильно разведена, плюс он не ожидает вот такого выхода и шота. То есть, по сути дела, наш игрок уже сейчас полностью оправдался в бою. Он убил танк такого же уровня и класса, как бы, как и он сам, плюс еще Хетцера убил. Но на этом он не останавливается. Счет 4-1 тащит, точнее уже 4-2, но все равно тащит наша команда. Чем интересен этот бой, так это тем, что наш игрок не работал один. То есть он не убивал всех, оставшись наедине. Он убивал врагов до того, как их убьют союзники. То есть он был на переднем крае атаки. Раздамаженный КВ-1. Тем не менее, это хороший фраг, 163 хп с него снимает наш игрок. Проход дальше, Т-80, это очень легкая будет цель. Сейчас идет, кстати, коса смерти. То есть каждое попадание это шот. Т-80 просто на ходу улетает сразу в ангар. С последним патчем, когда повысили точность пушек, КВ-1 стал нереально рулить. Собственно, из-за этого его, наверное, и режут. САУ-40 не попадает. Попадает вторым выстрелом и улетает в ангар. Это слишком легкие цели для КВ-1, поэтому он уже набил целых 5 фрагов. В принципе, рвется в бой, не дожидаясь ПТ-шек, которые сзади. Просто едет и рвет всех сам. На ходу, снимая с одного выстрела любого противника. Вот тут же 6 фрагов. Это уже воин. Счет 8-3. То есть союзников еще очень много, но КВ-1 успевает проехать везде на хорошей скорости. Именно набрать фрагов, набить врагов. Готовы уже и арта. То есть можно просто расслабиться, спокойно добивать противников. Основные силы врага остались только на мосту и на леднике. Причем они там раздамаживают наших весьма болезненно. Сюда летит елка. Очень быстро летит, но ставится на гуслю буквально с одним хп. Это просто подарок для кваса. Хоть один хп, но это уже 8-й фраг. И еще осталось 5. 5 живых фрагов. Пока еще живых. Тем не менее, хоть это и добивание, но до этого вы видели, что снимались полностью целые противники. Снимался такой же квас. То есть игрок не просто добивает, но еще и вытаскивает. Снаряда еще достаточно, врагов еще тоже. Так что можно спокойно расслабиться и аккуратненько, аккуратненько добивать противников. Квас справа сейчас не опасен абсолютно. Тем более его не убьют. А вот слева есть шотные враги, которых нужно добирать. И забирать фраги себе, не оставляя их союзникам. Чтобы набить как можно больше число фрагов. Кто-то может начинать уже обзываться, что это фрагодрочество. Но красивый бой делается только так. Следующая СТ-шка. 190 хп улетает в ангар. Кваса немножко раздамажили. Нужно свешиваться. Но свешиваться с моста нельзя, потому что можно упасть вниз. Чтобы свеситься, лучше проехать на зелень. И вот уже здесь зелень. И спокойно под углом пробить. По сути дела это было попадание, похоже, в двигатель. С пожаром, с хорошим. И это был уже 11-й фраг. То есть уже есть еще медалька. Следующий противник тип 58. Китаец прячется, но выставляет зад. Получает плюшку на 300. Пробивает движок. Игрок пытается объехать и, не замечая в полубитве, просто сталкивается с 100. Точнее, она сама уже сваливается окончательно. Вот поэтому нельзя с моста свешиваться. Могут либо союзники вот так столкнуть нечаянно. Либо могут столкнуть специально. Либо можешь сам свалиться. Поэтому лучше всегда свешиваться. Либо не с мостов, а вот именно с зелень. Не именно с обычных каких-то таких препятствий. То есть с холмов, с утесов. Но не с мостов, не с каких-то там таких под прямым углом зданий. Собственно, есть 12 фрагов. Остался еще один. То есть сейчас уже можно расслабиться, выдохнуть. Унять дрожь в руках. Спокойно добрать еще один фраг. И радоваться победе, радоваться классному бою. Остался один светлячок. АМХ-40. Он где-то на базе. Потому что он еще не светился даже. И вот он стоит. Залез на горку. Прячется. Возможно, это просто бот. Но тем не менее, наш игрок ждет. Сводится спокойненько. Потому что он знает, что этот фраг у него не отнимут. И добивает. Очень красивый, конечно, бой. Много дамага. Много фрагов. Жалко, что класса порежут скоро. Но тем не менее, сами видите, что это очень читерный танк. И во имя баланса нужно его резать. Тем не менее, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Заходите в мою группу ВКонтакте. Всем пока.